С тех пор, как биткоин упал в два раза, главную криптовалюту окружают паникующие заголовки и страшные новости, начиная от манипуляций Илона Маска и заканчивая противостоянием цифрового юаня и биткоина. А иначе это никак не назовешь. Это и есть настоящая причина того, почему Китай запрещает биткоин. Также не стоит забывать и о тезере, который является тикающей бомбой, готовой взорвать весь рынок, благо лишь на относительно небольшой период времени. Однако инвесторы, а особенно я, да, ты не поверишь, я тоже, нуждаюсь в капле надежды. Поэтому сегодня вечером я подумал, что было бы неплохо на этом фоне посмотреть, что говорят о будущем первой криптовалюты ее настоящий приверженец Макс Кайзер и известный биткоин-аналитик Вилли Ву. В частности, я покажу тебе их прогнозы для цены биткоина на конец 2021-го, когда пепел пожара, в котором мы находимся, уляжется. Начнем мы с одного из самых известных биткоин-аналитиков Вилли Ву, а закончим Максом Кайзером, который в 2020-м, кстати говоря, оказался одним из тех аналитиков, которые ближе всех угадали с прогнозом цены биткоина на конец года. Но перед тем, как мы перейдем к этим прогнозам, я хочу напомнить тебе, прогнозы любого человека, будь это хоть сам президент, нельзя воспринимать как призыв идти продавать квартиры и набирать кредиты, чтобы выкупить все, что плохо лежит на рынке. В конце концов, все прогнозы – это лишь субъективное предположение, а не гарантированная истина. А ты должен вкладывать в актив ту сумму, которую тебе не жалко потерять. Я думаю, будет интересно послушать, что думают топовые биткоин-аналитики насчет биткоина сейчас и насчет его цены в конце 2021-го. Самый главный вопрос – когда эта стадия накопления закончится. На самом деле, когда я говорю с людьми в Твиттере, все они настолько пессимистичны. Говорят мне, что мы в медвежьем рынке, а я такой, да нет же, это же бычий рынок. В этом нет сомнений. Я имею все инструменты, чтобы наблюдать за действиями инвесторов. Я думаю, следующее большое событие будет тогда, когда фундаменталы, наконец, повлияют на действие цены. И мы вырвемся из этой, как я ее называю, полосы аккумулирования посреди бычьего рынка. Будто бы такая большая ловушка. Вообще, это типично. Обычно мы проходим через несколько откатов цены во время буллрана. Этот откат очень странный, за ним стоят киты. Но мне очень интересно, как в итоге будет развиваться этот буллран после этого. Потому что этот буллран строится совсем не так, как это было раньше. И весь рынок полностью другой. Фьючерсы, деривативы, опционы, все это очень хорошо развито сегодня. Уже даже есть большие инструменты ETF. Да и кредитная торговля тоже. Криптовалюта становится более сложным зверем. Мы уже видели, как цена может двигаться в этом четырехлетнем цикле халвинга. Это не похоже ни на что. Это движение не постепенное. Оно волатильное, резкое, разнонаправленное. Я не прогнозирую, что в конце года нас ожидает какое-то событие. Я просто использую ончейн-метрику как карту, пытаясь разобраться в том, что конкретно происходит на рынке. Люди думают, что я делаю какие-то прогнозы, но все, что я делаю, это читаю модель. И будет роскошью называть цели движения, потому что модель постоянно меняется, как средняя скользящая, например. Эта модель в прошлом уже показывала каждую вершину биткоина. Я не говорю, что на этот раз она сделает то же самое. Этот цикл совершенно другой и странный. Тем не менее, моя модель подсказывает мне, где эта вершина может быть. На данный момент она указывает около 157 тысяч долларов за биткоин. Конечно, эта цифра меняется вместе с движением моделей цены биткоина. Если прямо в ближайшее время биткоин вырвется, наконец, из этой фазы накопления вверх, то я бы сказал, что его вершина будет где-то на отметке 250, а то и 300 тысяч долларов. Сейчас это звучит совершенно смешно, согласен. Но это то, что показывает моя математическая модель. Итак, ребята, математическая модель Вилли Ву прогнозирует вершину цикла в 250-300 тысяч долларов. По его словам, бычий рынок еще не закончен. Давай теперь послушаем прогноз Макса Кайзера. По секрету скажу, что он очень похож на прогнозы модели Вилли Ву. Это происходит уже не первый год. За последние 10 лет таких коррекций было 15, и происходящее сейчас достаточно посредственное. Ничего особенного в ней нет. Что эти коррекции делают? Они вытряхивают слабаков с рынка, таких как Джим Крамер. Их называют «слабые руки». Джим Крамер никогда ничего не исследовал. Он никогда не говорил про технологии. Он то заходит, то выходит, просто какой-то парень из хедж-фонда. Ни в каком смысле слова он не является серьезным мани-менеджером. Тем временем, Пол Тюдор-Джонс наоборот выступает с заявлением, что увеличивает вложения в биткоин с 1 до 5%. Пол очень успешный инвестор. Десятки лет он управляет деньгами в своем хедж-фонде. Он просто титан инвестиций. Джим Крамер же просто шоумен из NBC. Если посмотреть все его покупки и продажи за 15 лет, удивляешься, как он держится на плаву. Да, держать актив очень сложно. Я помню, когда в поздние 90-е я покупал акции Apple, когда они упали, а Стив Джобс только вернулся в компанию. Люди тогда ненавидели Apple. Они говорили, что это очень плохая инвестиция. Когда было хорошее время для продажи Амазона? Да никогда. Даже несмотря на эти 80-90% коррекции, сейчас Амазон считается одной из самых дорогих компаний в мире. Так что волатильность в биткоине – это то, чего мы хотим. Держать традиционные бумажные деньги означает выбирать стабильность. Но при этом еще и терять покупательную способность. Держать биткоин – это нестабильная волатильность. Но зато гарантированно сохранять покупательную способность на длинной дистанции. Гарантированно. Такими словами не раскидываются в мире инвестиций. Я был манименеджером и брокером акций на Уолл-стрит множество лет. Да там никогда не использовали такого слова «гарантированно». Но я могу так говорить о биткоине. Цена за это – его волатильность. Но 200% доходности в год на протяжении 10 лет на биткоине. Поэтому я вообще не против этой волатильности. К тому же это еще и сложный процент. Моя цель по биткоину до сих пор остается 220 тысяч долларов за монету. В 2021-м. Это до сих пор моя цель в 2021-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова